всем однозначно здравствуйте сегодня говорим о ладах лады это маленькие железные штучечки которые мастером может быть порядочным в биты в дерево а именно в вашу накладку или в гриф если у вас нет накладки бывает и такое что собственно делают лады лады меняют длину струны то есть если вы зажали на пятом ладу то у вас одно расстояние от лада до брижа если вы зажали на двенадцатом то у вас другое расстояние от лады до брижа и согласно законам вот этого мира вот этого то чем короче струна тем выше выше ее тон но речь сегодня не об этом и даже не минзури сегодня мы поговорим о самих ладах давайте начнем с материалов как мы многие видели на сайтах на разных рекламного рода на сайтах производителей пишут разные это начиная от сплавов самых распространенных никель сталь никель серебро и бывает латунь бывает и медь бывает и даже нержавеющая сталь все это годится в качестве материалов для ладов у этих материалов есть так называемая прочность и эта прочность в какой-то той или иной мере влияет на звук а именно на так назовем звонкость яркость это с одной стороны можно посмотреть с другой стороны прочность материала можно применять как прочность материала потому что например стандартные лады никелевые они довольно таки мягкие и через какое-то время в них появляются вмятинки подстертости из-за чего гитара начинает приобретать звон и какие-то другие призвуки не относящиеся к музыке поэтому нет конечно если вы гладите гитару то и нысливых ладов вам хватит лет на пять лично я в последнее время ставлю себе только из нержавеечки лады потому что в рекламочке было написано что они до хера упруги и звонки на самом деле разница в звуке я не заметил что звучало то и звучит разница в твердости материала я тоже не особо много заметил потому что я ненавижу гитару я очень грубо ее беру и как как у меня были лады все под истерты после первого же тура никелевые так и эти стальные точно с такими же с такими же поганостями они появляются поэтому я не знаю не знаю для чего это конкретно там есть еще золотые лады позолоченные вернее позолоченные лады никель фри по моему они называются это для тех у кого есть аллергия на никель даже здесь маркетологи не дремлют и приплели аллергию даже сюда кто знает у меня стояли один раз позолоченные лады и это абсолютно тоже самое они просто немного желтоватого цвета тоже самое значимым фактором также является и размер ладов это ширина и высота ну если с высотой все более-менее понятно чем выше лад тем меньше так сказать соприкосновения с деревом вы вы обретаете вашим пальцем и вашей струной соответственно вам проще делать бенды проще играть быструю музыку потому что трение меньше и особо одаренные ребята они дополнительно вырезают гриф это называется скалопирование возможно это помогает возможно это дешевый понт так или иначе здесь здесь довольно все очевидно то ли дело с шириной ладов кто-то в рекламных брошюрах пишут что широкие лады менее подвержены износу я в принципе с этим не особо согласен потому что лад все равно заточен немножечко остро потому что плоскость соприкосновения со струной не может быть 60 сантиметров плоскость соприкосновения со струной она должна быть довольно маленькой поэтому ширость лада она трудно сказать на что влияет но в первую очередь конечно на размер на размер от лада до лада то есть насколько легко вы сможете попадать между ладами своим неуклюжим пальцем вот например на каких-то гитарах и бонес где стоят лады от бас-гитары я почти не попадаю потому что лады настолько широкие что межладья просто отсутствует это это неуважение неуважение к людям с потерянной координации таким как я и вот лады я использую 6105 формата хороший они высокие на них удобно играть и они узкие то есть межладовое пространство позволяет даже дебильному попасть в в необходимую точку это это приятно также популярной задачей для удобства игры является радиус так называемый радиус насколько лад изогнут можно сделать гриф абсолютно плоским можно гриф сделать реально круглым реально круглым и то и другое в принципе интересно но каждому свое и для своих целей то есть например на плоском грифе лично я считаю удобнее играть соло и в первую очередь из-за бэндов потому что бэнды можно делать как угодно и насколько угодно если вы будете делать на круглом грифе бэнды то после полутона максимум то она у вас начнут начнет струна задевать об лад об другой поэтому человечество решила делать так называемое мульти радиусное ладование это означает что по логике вещей там где вы играете аккорды в начале гриф довольно круглый и чем дальше к соло чем ближе вернее к соло тем ближе к этим маленьким ладам тем гриф становится площадь для того чтобы можно было делать бэнды и прочие утехи это действительно работает это действительно интересно я неоднократно в кровь разрезал свою руку ладами которые начинали проглядывать сквозь накладку я имею ввиду по краям когда постоянно делаешь вот так все музыканты этим занимаются то от климата от того что воздух сухой на самом-то деле то накладочка она усушивается усжимается и а лады они металлические что с них взять без всякой души и они начинают немножечко проглядывать они острые действительно они здесь не нечего стыдиться действительно острые поэтому неоднократно кровь и это кому-то нравится действительно некоторые музыканты приходя к мастеру говорят не шлифуйте мне края потому что я хочу иметь ощущение ладов знаю только одного из десяти тысяч людей он он так всегда говорит очень странный человек лично я говорю зашлифуйте мне так чтобы я мог наглаживать регулярно регулярно наглаживать по много часов в день и у меня бы не образовывалось ни крови ни мозоли ничего мастер может конечно перемудрить с углом скоса а именно лад может ладиться до самого так сказать до самой границы накладки и под прямым углом потом уходить и этот прямой угол можно немножко подстачить но чем больше стачиваешь тем меньше ладового пространства у вас остается для струны для 1 6 и она может немножко соскальзывать соскакивать слада и получать странный странный звук поэтому здесь нужно найти оптимальный баланс вот этого вот лекала между ладовым пространством и тем чтобы вам не резала вашу тощую руку это очень важно для того чтобы вы чувствовали себя удобно и комфорт конечно наверняка вы замечали странные лады например просто которые меняют свой угол постепенно меняет меняют меняют или полностью гнутые лады пьяные так называемые лады это все сделано для того чтобы скрыть погрешности мензуры потому что для каждой струны действуют свои законы ввиду ее толщины поэтому под каждую струну можно подгнуть лад таким образом чтобы строила гитара абсолютно идеально в любой точке конечно может быть это актуально но ввиду того что все мы люди и все мы херово играем и еще и гитара постоянно расстраивается то может быть в этом нет такой необходимости кроме как блеснуть своим обрезанным понтом показать смотрите мыл какая у меня гитара у вас такой нет наверное я очень крутой музыкант но так или иначе не мне судить я к таким гитарам даже не прикасаюсь я и к обычной гитаре отношусь с уважением поэтому здесь каждый выбирает свое я рекомендую вам пройтись пройтись по производителям ладов это джескар дан лоб и может быть кто-то еще посмотреть какие у них материалы какие у них размеры после чего зайти на сайты ваших любимых гитарных компаний посмотреть какие стоят лады на интересующих вас моделях модель ладов и радиус грифа и я уверен что кое-что прояснится или вы окончательно запутаетесь тогда я рекомендую вам запомнить всю эту информацию и сходить музыкальный магазин чтобы сопоставить все ваши зазубренные цифры с физическими ощущениями что же на самом деле происходит и может быть когда-нибудь после восьмой девятой попытки полного переладования вашей гитары вы придете к какому-то вашему выбору ваших конкретных ладов которые будут полностью отражать подчеркивать и помогать вашему стилю игры и вы будете чувствовать себя комфортно и вы скажете да я нашел свои железные штучки которые помогают мне в этой нелегкой битве на самом деле тем очень глубокая потому что с подлыми ладами например низкими вы можете встрять надолго вы скажете у меня не получается играть то или иное на 7 8 19 лет не получается вы упретесь и все и на этом все и закончится поэтому не стоит недооценивать не стоит нужно искать то где вам удобно если вам не нравится стул вы его меняете если вам не нравится звук сниматель вы его меняете струны и лады в том числе это очень важный элемент гитар поэтому задумайтесь крепко задумайтесь